друзья всем большой привет с вами дмитрий это город псков сегодня мы с вами будем обозревать двигатель двигатель французского автомобиля действительно да обзор двигателя не самого автомобиля объясню почему в сообществе я проводил опрос спрашивал интересно ли вам посмотреть обзор на новый двигатель который устанавливается на реношках объемом 1 и 7 r9 вы написали много комментариев что действительно вам интересно ну давайте сегодня посмотрим какие у нас новшества изменения какой двигатель сменил вот этот более новый я вам расскажу давайте начнем с каких-то минимальных характеристик не будем не полезем мы сегодня в какие-то там детальные характеристики будем говорить простым языком не будем то есть выяснять какой здесь ход поршня какая степень сжатия в цилиндрах и тому подобное и так начнем мы с названием название изменилось ну не сильно тот что стоял объемом 1.6 мотор на этих машинах он назывался r9 м на конце была буква м михаил теперь у вот этого двигателя объемом 1.7 изменилась на конце обозначение он стал николаем то есть r9 н на конце буква м это такое изменение в название изменения подвергся и увеличение объема в этих двигателях то есть 16 добыл это предшественникам это его преемник 1 из 7 здесь внедрили экологию поставили систему от blue нейтрализация выхлопных газов мочевина проще сказать такие появились новые детали ушки связанные с мочевиной до к самому двигателю прилепили основа ну основанием все-таки послужил r9 м 16 мотор есть небольшие изменения по так скажем характеристикам но давайте во всем по порядку и так во первых прошу не путать не бывает моторов новых 1 и 7 объемом и 18 объясню почему такие часто вопросы мне летят в личку этот мотор 1 и 7 r9 н имеет рабочий объем 1749 кубических сантиметров никаких 18 10 там как многие говорят их не существует есть только 1 и 70 мощностью 120 150 лошадиных сил но наши сайты так скажем авито автору да то есть если вы будете продавать носить такой автомобиль но на продажу выставлять она определит его как 18 10 то есть 120 лошадей отсюда у людей и непонятки что вроде есть 17 10 r9 н то есть и какие-то всплывают 18 120 лошадей нету 18 лет только 1 из 7 и так его предыдущий так скажем родственник мотор r9 м который был объемом 16 точнее 1598 кубических сантиметров и by имел большую мощность имел на одной турбине 130 лошадей и 320 ньютонов крутящего момента и twin turbo битрубовый мотор с двумя турбинами он имел мощность 160 лошадиных сил и 380 ньютонов крутящего момента у его преемника то есть нового мотора 17 у николая теперь объем увеличили до 1749 кубиков и снизили мощность то есть мощность составляет 120 лошадиных сил либо 150 лошадиных сил тем самым есть некий вывод с увеличением объема снижение мощности вырастает у нас ресурс не могу точно назвать имеет ли место это но я считаю что чем меньше мощности больше объем мотора тем выше ресурс то есть мы понимаем да с никогда с небольшого объема выжимают максимальную мощность это вредит ресурсу и так кроме внедрения вот этой системы нейтрализации газов от blue мочевина то есть дополнительные трубочки всякие появились агрегаты в виде таких вот колобах и не знаю как и правильно назвать у нас появился бачок такие какие-то теперь выпрессовка на крышке появилась у нас 2 заправочные горловины как видим это blue и дизель который теперь соответствует нормам евро 6 то есть помимо сажевого фильтра есть вот эта вот система и так у нас по изменениям вместо 1 турбина и 2 турбины версии на двигателе 16 у нас теперь только получается одна турбина внедрена в этот мотор то есть не будет версии с двумя турбинами на 17 мощность у нас разная то есть степень форсировки есть дефорсированный мотор 1 из 7 с мощностью 120 лошадиных сил и 300 ньютонов крутящего момента по сравнению да с 16 с одной турбиной был 130 лошадей 320 ньютонов как бы здесь уменьшился крутящий момент и ну то есть ушли 10 лошадиных сил с нового мотора и если проводить аналогию с 1 и 6 который битурбовый был там было 160 лошадиных сил и 380 момента теперь у нас форсированные версии которая выдает 150 лошадиных сил упала так скажем крутящий момент аж на 40 ньютонов то есть теперь крутящий момент понизили давайте сейчас поговорим о том из чего состоит этот двигатель многие спрашивают и так двигатель состоит из чугунного блока автомобиля отсюда вам к сожалению не показать будет непонятно из алюминиевой головки блока цилиндров алюминиевый напомню 16 клапанная головка 4 клапана на цилиндр у нас 4 цилиндровый мотор топливная система common rail типа common rail значит 4 форсунки bosch далее у нас цепь грм то есть однорядная но принципе перегочевала с мотора 1 и 6 r 9 м который ресурс приблизительно составляет 250 тысяч километров плюс-минус многие пишут что она заканчивается на 100 150 тысяч километров ребят это скорее всего те машины которые когда вы увидели объявление что там 100 то есть купили как 100 и думаете что там 100 и потянулась цепочка играть а я какая ненадежная конструкция а по факту да в машине там 200 250 тысяч реального пробега отсюда такие слухи растут ну понятно что еще от манеры эксплуатации это все зависит давайте так сейчас буду ходить вокруг машину вам показывать заодно напомню 2019 год у нас машина на механике кстати изменились и коробки с этими двигателями вот что немаловажно что еще хотелось бы подчеркнуть так по характеристикам я вам принципе все рассказал до однорядная цепь одна турбина вместо двух максимальной мощности по сравнению с 16 давайте расскажу про коробки коробки вы встретите у нас к сожалению механическая коробка передач так бы вам показал на примере роботизированной и так коробки стали мокрого типа все нету теперь сухих до dc4 которые вы видели на полторашках либо dvd w6 которые мокрого типа с двумя тоже сухими мокрыми сцеплениями dc4 которые на полторашки сухие сцепления то есть теперь с мотором 17 идет 7 ступенчатый мокрый робот обозначение его dw5 либо power shift 10 300 то есть у сухой был 10 250 мокрый был 10 450 у 7 ступенчатый надеюсь не запутал никого идет индекс 300 либо dw5 там 7 ступеней маша сама коробка упрощена то есть она под меньше крутящий момент если 6 ступенчатый робот был под 420 крутящего момента то есть он переваривал да там какие-то двухлитровые моторы аналогично можете встретить на ford куга двухлитровым дизельном то здесь максимальная мощность переваривания крутящего момента составляет у 7 ступенчатой вот этой 10 и 300 составляет всего лишь 320 360 ньютонов максимально то есть под более дефорсированные двигатели она создана она мокрого типа то есть махтин и ванне фрикционные диски сцепления так скажем и по отзывам но ничего плохого ничего хорошего так скажем все таки dw6 была надежная коробка более выносливая ребят сейчас предлагаю прокатиться у нас кстати версия форсированная и будем называть на николае на этом двигателе 150 лошадей 340 ньютонов крутящего момента давайте сейчас я вам для начала его заведу с этим мотор стал как-то мягче тише работать по сравнению с 16 с той же все кто-то написал еще комментарий ребят что сравнить его с полторашкой но смысла нету полторашку сравнивать к 9k с этим мотором потому что это абсолютно разные моторы то есть это более новый так скажем кстати полторашки с blue тоже существуют они 115 лошадей в основном как-то подается на каджарах я уже показывал на рестайлинговом каджаре на 85 киловатт на каджаре принципе ничего необычного только добавилось там лишние какие-то бачки антифриза и куча тоже трубок все с этой экологией связано сейчас заведу посмотрим как он работает а потом сядем попробуем прокатиться как-то максимально ее разогнать сейчас ребят включусь когда заведу друзья завел автомобиль не знаю как там микрофон будет записывать его работу но поверьте мне их осмотрел на не одну сотню ну мотор как-то чуть-чуть по-другому работает более мягкая более тише как-то вот эти нотки так скажем впрыска форсунок работают по-другому более мне приятнее это слушать этот мотор чем нежели 16 дополню машина 19 года 2019 это комплектация intense семиместная версия на олэдах лет тума pure vision фары кстати я не знаю почему здесь колеса от бокс конечно не красивее чем intense но эта комплектация intense полукожаный салон семиместная машина принципе все необходимое есть в ней стоимость 1 миллион 900 тысяч рублей если кому интересно мной сегодня обзор не на автомобиль она этот двигатель сейчас я присяду пристегнуть и поедем попробуем его протестировать на друзья уселся за автомобиль пристегнулся сейчас поедем автомобиль у нас заведен кстати показывает теперь наличие сколько остаток до того как нужно заправить снова будет бачок от blue вот этой нейтрализации газов мочевины будем мочевины называть так более понятнее иконка появилась то есть которая показывает там просаживать фильтр не знаю нужно не нужно и вставлять как бы ну появилась еще одна скажем иконка на приборной панели сейчас здесь слишком долгий у нас светофор сразу скажу 150 сильная версия едет очень динамично по моим ощущениям не уступает хоть и 40 крутящего то есть 16 160 сильный но турбина у нас с изменением геометрии может быть от этого еще что-то зависит но едет прям приятно раскручивается моторчик прям комфортно на нем ехать сейчас одну секунду ехать приятно с удовольствием бы сейчас к сожалению нету ни одного проехался бы на 120 сильной версии хотелось бы оценить как он едет то есть я почему-то думал что он будет ехать как приблизительно как 130 лошадей которые 320 ньютонов с одной турбиной r9 м уже сам запутался м м то есть новый николай но этот едет я вам скажу приблизительно один к одному как 160 сильная версия с двумя турбинами кстати характеристики какие-то минимальные указаны по этим мотором 1 и 7 информации от слова нет совсем в интернете здесь уже буквально 3-4 дня сидел все выписывал на иностранных сайтах пытался черпнуть какую-то информацию человек хотел сказать хотел сказать я следующий час одну секунду то есть я думал что он едет хуже что крутящего на порядок меньше едет он нормально так давайте сейчас еще раз сейчас то ли раскручивается лучший мотор не знаю как бензиновый знаете долго крутится но неплохо он разгоняется характеристики у него такие что якобы ну не замерял версия которая 150 сильная она разгоняется порядка 12 секунд до 100 а версия которая 17 мотора 120 сильно она разгоняется приблизительно за 14 это указано характеристиках которых нет от слова совсем в интернете по этим мотором если что-то хотите почитать посмотреть но вы очень мало очень сухую информацию минимальную найдете на сайтах не более того блин как хорошо он едет снизу вообще подрывает дизель есть дизель ничего не скажешь ну вот как то так ребят по моему все рассказал там по изменениям по езде машинка осталась классной динамичной посмотрим если приедут псков меганы с этим двигателем которые 120 сильные идут посмотрим как те машины с небольшим весом разгоняются на этом буду заканчивать подписывайтесь на телеграм-канал группу вконтакте если у кого какие-то остались вопросы по этому мотору можете написать позвонить спросить попытаюсь ответить на все ваши вопросы на этом у меня все всем пока